В сентябрь 2016-го второй Восточный экономический форум. Впервые Владивосток посетил премьер-министр Японии Синзе Абе. Тогда он предложил Владимиру Путину активно развивать отношения между двумя странами и даже обозначил первый предполагаемый пункт стратегии этой совместной работы. Президент России желает вернуть Владивостоку былую славу настоящего международного города. Эта мечта Владимира Путина является и моей мечтой. Господин президент, давайте сделаем Владивосток воротами, которые соединят Евразию и Тихий океан. Договор о реализации мастер-плана Владивостока подписали японская архитектурно-инжиниринговая компания NikenCK и Российский фонд Единого института развития в жилищной сфере. В концепцию комфортной городской среды входят проекты парковых зон, японского сада, автостоянок, установка умных светофоров и создание дороги вдоль Амурского залива. В рамках работы по подготовке проектов развития Владивостока обсудили строительство многофункционального культурно-досугового комплекса на Корабельной набережной и Рыбного рынка на улице Татарской. Еще одна важная тема для обсуждения – модернизация газоочистного оборудования мусоросжигательного завода с целью уменьшить выброс вредных веществ. На днях администрация города заключила контракт на установку новых фильтров на спецзаводе номер один. И теперь система газоочистки значительно улучшится. Уровень очистки будет достигать 100%. Обсудили и комплекс по переработке и утилизации отходов, куда поступает основная часть городского мусора. На предприятии его сортируют по семи составляющим, в том числе стекло, пластик, алюминий, дерево, текстиль. Однако на вторичную переработку уходит всего 10-15% отходов. Свои предложения по строительству предприятий по глубокой вторичной переработке отходов представители японской делегации пришлют в письменном виде. Гостям представили и концепцию развития парка «Минный городок». Его основные идеи реконструкции – сохранение лесного массива и каскада озер, устройства пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, детских площадок и площадок для отдыха, строительства парка аттракционов, кафе, ресторанов и так далее. Кроме того, это одна из потенциальных площадок, на которых, возможно, будет размещен японский сад. Среди проектов благоустройства общественных пространств в городе Владивостоке также «Берег здоровья», «Парк здоровья» в районе улицы Русской 53, «Приморский бульвар» от Моргородка до Второй речки, благоустройство лесопарковой зоны в районе завода «Варяг» и другие. Для их реализации администрации города зарезервированы земельные участки, подготовлена необходимая градостроительная документация. Многие проекты требуют еще дополнительной проработки по цифрам, и мы сейчас этим будем заниматься. Созданы группы, которые занимаются каждым отдельным проектом. Пока это группы административные. По ряду проектов будут, в том числе, инвесторы, я имею в виду бизнес-предприятия с нашей стороны. Итоги встреч подвели на заседании российско-японской группы в администрации Приморского края, где и обсудили конкретные проекты, с которых и начнется плодотворное сотрудничество. Один из важнейших вопросов – это модернизация транспортной системы города Владивостока, потому что, конечно, тема транспорта, заторов – это одна из таких болей города, и коллеги будут здесь активно помогать, и эти вопросы будут решаться в том числе в рамках организации создания новой системы дорожного движения, новой системы парковочных мест, а также с внедрением системы так называемых «умных светофоров», которые в зависимости от трафика управляют движением, делая его оптимальным. Во Владивосток японская делегация прибыла в составе представителей Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также бизнесмены. Окончательный план действий будет представлен в сентябре во время проведения Третьего Восточного экономического форума. Анна Бережная, Новости на Восьмом.